Эдвард Ли, Дритифил Есть у меня такая проблема, признался он Поверьте мне, у каждого, кто когда-либо сидел в этом кресле, есть проблема, сказала доктор Марша Уинтерман И не обычная проблема, а весьма сложная Настолько невероятная и аномальная, что поражает воображение Взгляд женщины заострился Длинный изящный палец очертил точеный подбородок Причина вашего нахождения здесь – ваше выздоровление Вы напуганы Вы боитесь, что я могу счесть вашу проблему такой извращенной Или несколько отвратительной, что буду настаивать, чтобы вы покинули мой кабинет раз и навсегда Взгляд карамельно-корех глаз поравнялся на мужчину Да, – прохлепел он, – я… я… я очень этого боюсь Потому что, если это произойдет, вам некуда будет идти Да, – ответил мужчина И вы, наверное, думаете, что в мире нет никого вроде вас Поэтому в прошлом вы воздерживались от поиска помощи, верно? Да Доктор Уинтерман откинулась в кресле за своим столом Ее улыбка была столь же скупой, сколь и взгляд В таком случае ваши страхи безосновательны Я не отказываюсь от пациентов, какими отвратительными не казались бы их проблемы или преступления Это моя работа Я делаю мою работу И мне кажется, я с уверенностью могу сказать про эту вашу проблему Марша прикурила длинную сигарету и покачала головой Я слышала гораздо хуже Дым струился с ее губ, как призрачная жидкость Глаза открылись шире Изучающее, спокойно обнадеживающее «Расскажите мне о вашей проблеме», – сказала она Костюм Берроуза стоил больше, чем типичный житель Сиэтла зарабатывал за год Как инвестиционный банкир компании Дженкинс, Харрикс и Люс Берроуз мог себе это позволить Он мог позволить себе Астон Мартин Загата с турбодвигателем В8 объемом в 5,3 литра Мог позволить золотые часы Мовада и апартаменты в пентхаусе на набережной Аляска-Авеню При всем при этом, единственное, чего Берроуз не мог себе позволить Так это допустить, чтобы кто-нибудь из начальствующих увидел, как он, ну, лучше сказать так Год, за который Берроуз заработал полмиллиона долларов – отстойный год В инвестиционном банкинге присутствует некая алхимия А Берроуз обладал каббалистической волшебной палочкой от нее По сути, его профессия заключалась в переводе денег клиента из одного банка в другой Что звучит просто Хотя на самом деле, знание, когда, куда и на какой срок перевести деньги Было тем, что делало клиентов и его самого безумно богатыми Другими словами, у Уильяма Берроуза была репутация, которую следовало поддерживать Репутация, от которой зависело его финансовое благополучие В неуместном теперь костюме Армани он медленно прогуливался по тротуару Возле здания окружного суда на Третьей Авеню Прямо среди бомжей и наркоманов, влачивших свое бедственное положение в вонючей неизвестности Но Берроуз едва видел их Он шел прямо вперед Блуждая взглядом по бетону тротуара в поисках Его сердце подпрыгнуло Когда он услышал Звук Звук, исходящий от человека Который громко прочистил глотку и сплюнул Затем последовал до боли знакомый шлепок на тротуар А после почти монументальный стояк у Берроуза Впереди он увидел его Бомж с грязной бородой и в обносках Он выкошлил из своих измученных бродяжничеством легких Комок мокроты И отхаркнул его на тротуар Боже, подумал Берроуз Так отреагировал бы нормальный мужчина Войдя в первый раз в спальню к прекрасной женщине Или наблюдая, как акции рискового фонда Взлетают до небес И раскупаются Берроуз ловил отблеск драгоценного комка Он лежал там Ожидая его Освежающий зеленый, пикантный И загадочный Гуччи Берроуза цокнули Остановились И теперь он стоял над сокровищем Носки врозь Он незаметно оберегал его От случайного затаптывания Пройти по нему Будет кое для кого актом вандализма Словно выдернуть иглу из вены наркомана И безжалостно опустошить шприц в окно Другими словами Берроуз охранял его Пытаясь в то же время Выглядеть нормально Как ожидающий автобус актер Играющий по системе Страсберга Берроуз глянул на часы И нахмурился Он был хичкоком В телефонной будке Следовало быть осторожным Он не мог себе позволить Быть увиденным за тем Что собирается сделать Постукивая ногой Берроуз спокойно ждал Вскоре поток пешеходов прекратился Никто не шел Ни с одной стороны квартала О боже Затем Берроуз как фокусник Извлек из карманов своего костюма Две карточки для записей Он быстро присел Сгреб карточками комок слизи Затем повернулся И быстро пошел по тротуару обратно Берроуз шмыгнул за одну из высоких Кирпичных колонн здания суда Там никого не было Слава тебе, Господи Затем он слезнул с карточки Комок мокроты Обсосал его во рту Словно вкуснейшую сырую устрицу И проглотил целиком Стоя там как парализованный Берроуз закрыл глаза Он почувствовал, как все еще теплая слизь Опускается ему в живот А затем ощутил блаженство Близкое к тому, что ощущают наркоманы От первой дозы После дня без наркоты Это и был кайф Берроуза Ни кокаин, ни героин, ни секс Алкоголь или азартные игры Это была Мокрота И вследствие этого Его участь, жуткое проклятие Поработившее большую часть Его сознания жизни Берроуз был Пожирателем Плевков Он ничего не мог с собой поделать И никогда не понимал, почему Каждый раз Соскребывая плевок И съедая его Он думал Это так Неправильно Еще более неправильным Казалось то, что следовало За проглатыванием Невероятный Сексуальный Всплеск Чаще всего Берроуз Мог сдерживаться До возвращения домой Но иногда Нет Иногда он забирался В воняющий Мочой Переулок Или в заросли Высоких Кустов Чтобы бурно Помастурбировать Вид плевка На улице Зажигал в нем Пламя Оракула Он практически Уничтожал Все его благоразумие И все, что могло Называться Нормальностью Берроуз Должен был Заполучить его Должен был Его съесть Представьте Человека Бредущего По пустыне Он не пил воды Несколько дней И вдруг На волоске От смерти Этот человек Наталкивается На чистый Холодный Шурчащий Ручеек Для Берроуза Этим Шурчащим Ручейком Была Мокрота Чем Чем Грязнее Тем Лучше Чем Катастрофически Отвратительней Тем более Желанной Предпочтительнее Всего Бездомные Бродяги Люди Буквально Гниющие На улицах Выхаркивающие Из грязных И Инфизиматозных Легких Комбья Дыхательных Выделений Виртуальные Пробки Заложенности Порой Слизь Была Красноватой От крови Изредка Включала В себя Кусочки Раковой Ткани Легких Иногда В ней Были Странные Крупинки Тем Лучше Для Берроуза Он должен Был Заиметь Ее Должен Был Соскоблить Прямо С тротуара И съесть Надеясь Что Никто Этого Не заметит Он мог Представить Себе Реакцию Партнера Проходящего Однажды По улице И заметившего Берроуза Пожирающего Плевки Бездомных Он мог Представить Себе Что Сказал Б Президент Фирмы Услышав Об этом С каждым Прожитым Днем И с каждым Съеденным Плевком Какого-нибудь Забулдыги Берроуз Понимал Что это Лишь Вопрос Времени Однажды В Сиэтле Его остановил Коп И хотя Берроуз И предположить Не мог Что поедание Плевков С тротуара Противозаконно Он был Благодарен Что в это же Время Констебль Получил Вызов По рации Берроузу Не хотелось Объяснять Что Он делал Многие Бездомные Тоже Его видели Но им Он Не был Обязан Объясняться Порой Он платил Отребью Из местных Проституток Чтобы те Откашлялись Ему В рот Иногда Он подходил К гниющим В подворотне Парализованным Бродягам И давал им Сто баксов Чтобы те Выудили И сплюнули Ему в руку Гигантскую Соплю После чего Берроуз Съедал Ее Как гурман Смакующий Осетрову Икру Стоста Однажды Он заплатил Жирный Бомжихе С Джексон Стрит Чтобы она Отхаркнула Ему В рот Побольше Ее вонь Была Самым Ужасным Из того Что Обоняние Берроуза Когда-либо Испытывала Но она Постаралась И выплюнула Комок Слизи Размером С кулачок Младенца Покатав Его На языке Берроуз Нашел в нем Гнилой Зуб Который Проглотил Вместе С остальным Подарком Бомжи Шлюхи И неизменное Отребье Улиц Сиэтла Это одно Но Берроуз Знал Что ему Следует Быть осторожным И еще Осторожнее Чем раньше Нельзя Чтобы люди На улице Узнали Его О нет Нет Ни с фотографии Постоянно Висящей На рыночных Новостях Ни с его Фотографиями Форбс И финансовых Журналах Но все чаще Казалось Что чем дольше Это гротескное Проклятие Длится Тем больше Он в нем Теряется С каждым Проглоченным Комком Берроуз Понимал Насколько Это Неправильно Насколько Безумно И ненормально И за Два Десятилетия Что прошли Со времен Первого Причастия В двадцать Лет Он всегда Полагал Что его Недуг Был настолько Редким И обособленным Что Принадлежал Исключительно Ему Что он мог Сказать Своему Врачу Что он мог Сказать Психоаналитику Видите ли У меня Есть одна Проблема Я ем Мокроту Нет И нет Он не Может Этого Сказать Потому что Не верит Что кто-либо На земле Может быть Одержим Столь странным И грязным Пристрастием Со своим Проклятием Берроуз Чувствовал Себя Единственным В мире До тех Пор Пока Как обычно После работы Он охотился За свежим Комком Слизи Обследуя Бомжатник Самые Стремные Кварталы Третий И Еслер Черт побери Пришла Безнадежная Мысль Увидев Толпы Прогуливающихся Туда-сюда Людей Берроуз Зачесался Как Наркоман Видневшийся Кингдом Напомнил Что Бейсбольный Сезон В самом Разгаре Увеличивающееся Количество Прохожих Сильно Осложняло Его Мучения Примечание Стадион Кингдом Сиэтл До сноса В марте 2000 Был Одним Из крупнейших В мире Жди Подумал Он Другого Выхода Нет Берроуз Нырнул Под колонаду Здания Окружного Суда В компанию Вышедших Наперекур Служащих Он Простоял Там Несколько Часов Он Ждал К восьми Вечера У него Глаза На лоб Лезли От нужды Ногти Вырывали Ямки Полумесяц И в мякоти Ладоней А лицо Казалось Скользким От пота Берроуз Наблюдал За порхающими По улице Шлюхами Каждый Из которых Он Благодарен За Стобаксовский Плевок В его Рот Наблюдал За вознёй Бомжей Отхаркивающих Свои Драгоценности На тротуар И Слишком Далеко От Берроуза Чтобы Претендовать На них Солнце Садилось В ожидании Он почти Прогрыз Дыру В нижней Губе А затем Проехавший Мимо Бородатый Толстяк В инвалидной Коляске В клетчатой Рубашке Кто б мог Подумать Но это же Сиэтл Громко Сплюнул Комок Черноватой Слизи Приземлился Всего В футе От места Где стоял Берроуз Сердце Берроуза Заколотилось Берроуза Соскреб Проглотил Берроуза Берроуза Его разглядывает Виски Линейно Какой до такой Название Изделена Другой Департ Из-за своих Откровений Берроуза Берроуза Это утешающая Берроуза 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 Нашел Эту точку Зрения Малополезной Возможно Из-за Эгоизма Своего Забвения И Благосостояния Не хочу Прозвучать Грубо Сказал он Но Я устроил Этот прием Не для того Чтобы вы Внушали мне Вину За мое Богатство А вы Не должны Чувствовать Вину Ответила Марша Вы Должны Чувствовать Превосходство Вы Должны Чувствовать Кортость Вам Удалось То Что Большинству Не Удается В этом Берроуз Тоже Не Нашел Пользы И Он Был Не Тем Человеком Что Ходит Вокруг Да Около Его Голос Погрубел Обычно Я Делаю Миллион В год Но Подъедаю Плевки С улиц Это Звучит Безумно Но Я Не Сумасшедший Мне Нужна Помощь Вы Эксперт Не Поучайте Меня Помогите Мне Грудь Уинтерман Приподнялась Когда Она Откинулась В свое Роскошное Кресло Вы Дритифил Со Склонностью К Эротомании Вы Поедаете Плевки И Мастурбируете После Этого Это Не То Самое Что Какой Нибудь Астматик Или Даже Шизофреник Для Дритифилии Нет Волшебной Таблетки Долгосрочная Психотерапия Нахмурился Беррус Вы О ней Возможно Но Не Высмеивайте Так Быстро Бихевиористику Фрейд Большинство 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 Психологических Отклонений Сексуальная Основа И Сартер Тоже Был Прав Существование Человека Предшествует Его Сущности Это Наше Существование Мистер Берроуз Делает Вас Теми Кто Вы Есть Верные Обратные И Непостижимые Детали Этого Существования Являются Причиной Наших Психических Проблем Берроуз Разочарованно Вздохнул Подсвеченные Заходящим Солнцем Из окна На Пайонер Сквер Блестящие Темно-серые Волосы Марши Уинтерман Казалось Сияли Походя На Ауру Ангела Но Этот Ангелочек Реально Хладнокровная Стерва Подумал Берроуз Давайте Угадаю Предложила Доктор Уинтерман У вас Было Нормальное Детство Да Вас Вырастили Любящие Обеспеченные Родители Да И вы Получили Превосходное Образование Частной Школы Гарвард Женщина Не Выглядела Хоть Сколь-нибудь Впечатленной И Это Ваша Беда Она Началась Когда Вы Повзрослели Мне Было Двадцать А Ваш Первый Сексуальный Или я Должна Сказать Половой Опыт Произошел Незадолго До Этого В Девятнадцать Глаза Берроуза Сузились Ее Стрелы Попадали Точно Берроуза Что Заставляло Его Чувствовать Себя Лучше Вам Много Известно У Обсессивно Компульсивных Расстройств Множество Общих Черт Внезапно Доктор Уинтерман Показалась Небрежной Даже Скучающей Все Они Разные Но В определенном Смысли Все Одинаковые Женились Вы Вероятно Скорее Всего После Калледжа Сразу После Но Вы ее Не любили Не так Ли Берроуз Озадачился Поначалу Он Обиделся На то Что Доктор Уинтерман Подобное Предположила Но Потом Вспомнил Что Это Правда Нет Продолжала Она Вы Женились На ней Думая Что Брак Подобающее Событие Сможет Вернуть Вас К Нормальности Да Он Раздраженно Поерзал В кресле Доктор Уинтерман Прикурила Другую Длинную Тонкую Сигарету Кремовое Пятно Дыма Появилось Между ее Губ И Мгновенно Исчезло Расскажите Мне Об обстоятельствах Вашего Развода А я Не разведен Сказал Берроуз С вызовом Все еще В счастливом Браке Мистер Берроуз Тут же Вздохнула Она Если Вы Хотите Платить Мне Четыреста Пятьдесят Долларов В час За Вранье Валяйте Я Возьму Ваши Деньги Но Это Довольно Непродуктивно Не Так Ли Его Лицо Горело От Ухмылки Он Чувствовал Себя Непослушным Ребенком Это Снежная Королева Та Еще Штучка Полагаю Что Нет Признался Он Ваш Брак Не Вернул Вас К Нормальности Не Так Ли Нет Ваша Склонность Лишь Возросла И Вы Прятали Ее От Жены До Сих Пор Да Пока Она Не Поймала Меня С Поличным Берроуз Ослабил Галстук Однажды Жена Заболела Ангиной Она Продолжайте Я Ваш Психиатр Мистер Берроуз Чем Больше Вы Расскажете Тем Больше Я Смогу Помочь Жена Застала Меня За поеданием Ее Салфеток Из Мусорной Корзины На самом Деле Да Мне Нравилось Когда У нее Были Простуды Или Ангина Он Потер Лицо Руками Все Эти Салфетки Все Эти Супли Мокрота Это Было Как Лакомство Как Полночные Перекусы Когда Берроуз Снова Посмотрел На Уинтерман Это Был Престиженный Взгляд Сквозь Пальцы Но Ее Холодное Элегантное Лицо Оставалось Неизменным Нешокированным Оставалось Изучающим И Расчетливым Но Как Вам По тем Причинам По которым Пластическому Хирургу Непротивны Жертвы Критических Ожогов По тем Причинам По которым Стоматологу Неотвратителен Гнайник Ваша Профессия Помогать С финансовыми Тонкостями Моя Профессия Лечить Странные И порой Отвратительные Умственные Расстройства В любом Случае Для меня Они Не являются Ни странными Ни отвратительными Это Просто Расстройство Броуза Поразила Ее Профессиональное Бестрасти Поэтому Он попытался Еще раз Бросить Ей Вызов На этот раз Не ложью Но простым Вопросом Реакцию На который Он хотел Оценить А вы Позволите Мне Спросить Кое-что У вас Едва Заметные Завитки Дыма Поднимались Вверх Да Но я Отвечу Только Если Сочту Это Продуктивным Для Вашей Терапии Хорошо Теперь Броуз Уже Не мог Отрицать Стремление Пофлиртовать С ней Эта Мысль Казалась Жалкой Я Только Что Рассказал Этой Женщине Что Ем Плевки И Плачу Бомжам Чтобы Они Харкали Мне В рот Уверен Она До смерти Хочет сходить Со мной В Боперу До этого Неуверенно Начал он Вы Сказали Что Слышали И Худше О боже Мой Да Непринужденно Ответ Мистер Бер Роуз Вы Пришли Сюда Думая Что Из-за Вашей Дритифилии Вы Отвратительный Человек Но Поверьте Мне Это Ничто По сравнению С Некоторыми Пациентами Которых Я Практикую В самом деле Недоверчиво Спросил Он Доктор Винтерман Перечислила Свой Список Как Обычно Словно Объявляла Счет В мини-гольфе Я Практикую Зоофилов Скотофилов И педофилов Я Занималась Синдромом Мюнхаузена При котором Женщина По-настоящему Любила Своих Детей Но Не могла Удержаться И доводила Их До полусмерти Я Лечила Женщину С Хельксинским Синдромом Которая Влюбилась В мужчину Пытавшего Ее Способами Которые Не поддаются Описанию Примечание По причине Географического Невежества Кто-то Также Перепутал Стокгольм С финским Хельсинки А после Того Как Определение Хельсинский Синдром Прозвучало В нескольких Голливудских Кинофильмах Эта ошибка Распространилась По всему Миру У меня Был Странный Случай Пикацизма При котором Девочка Подросток Помимо Воли Собирала Собачьи Фекалии Она их Тщательно Высушивала И ела И у меня Однажды Был Копрофил Человек Помешанный На мастурбации С горстью Собственных Фекалий Собачьи 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 Хомячки Хомячками Собачьи 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 Убор Уборщики Собачьи 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 Серу Пиздец Да Обратный Синдром Предполагает Противоположное Прям-таки По Фрейду Люди Которые Могут Сексуально Возбудиться Лишь При Дификации Настоящих Говноедов Называют Копрофилами И Какофилами Отсюда Детское Выражение Кака Вы будете Удивлены Как много Поедателей Испражнений В области Современных Психиатрических Расстройств От шока Уберроуза Закружилась Голова У нас Даже Было Несколько Поедателей Рвоты Добавила В продолжение Элегантная Женщина Как тот Отщепенец Которого Вы видели На автобусной Остановке Люди Кстати Их называют Рефлюксоманами Которые Не могут Самореализоваться Без Самоунижения В виде Потребления Рвоты Незнакомцев И хотя На самом деле До сих пор Я ни разу Не встречала Поедателя Плевков Несколько Исследований На эту тему Я прочитала Поэтому Мистер Берроуз Вам нет Нужды Чувствовать Исключительность Определенно Есть Другие Люди Сидящие В той же Лодке Что и вы Берроузу Нужно Было Выпить Очень Нужно Плевкоед Подумал Он Там еще Был один Простой Термин Но Вы Также Назвали Это Как Дритифилия От среднеанглийского Существительного Дрит Означающего Нечто Сродни Человеческим Выделениям Вы видите Какое Малоприятное Базовое Слово Оно Даже Уже Не Используется Активно В нашем Языке Но Обсессивно Компульсивная Симптомология Определенно Существует Вместе С широким Диапазоном Клинических Проявлений От Совершенно Незначительных До Крайне Аутре Примечания Странных Причудливых Французский Ваш Прискорбный Недуг Ваша Дритифилия Является Самым Экстремальным Выражением Симптома При Котором Приходится Считать От Десяти Каждый Раз Когда Видишь Красный Грузовик Или Наступаешь На Каждую Третью Трещину На Тротуаре Даже Пребывая В полном Шоке Брус Сделал Исключение Платить Алкашам И больным Уличным Шлюхам Чтобы Они Сплюнули В мой Рот Это То же Самое Что Наступать На Трещины В Тротуаре В Внешне Нет Но По сути У всего Этого Одно Начало Ответила Спокойно Женщина Мы Просто Выясним Эту Начальную Стадию Конкретно В вашем Случае Мистер Беррус А Затем Разузнаем Точный Путь К Вашему Моему Излечению С надеждой Сказал Беррус Да Она Повернула Руку Подняла Белоснежное Запястье Чтобы Глянуть На часы У нас Осталось Довольно Много Времени Думаю Нам Следует Продолжить Хорошо Сказал Беррус Будьте Добры Так Что Что Мы Выяснили На Текущий Момент Мы Определили Самые Неоднозначные Проявления Вашей Дритифилии Через Ваше Откровение Мы Установили Что Вы Привыкли Есть Плевки И Что Это Поедание Является Для Вас Единственным Способом Достичь Сексуального Возбуждения Верно Беррус Не Понравилось Как Это Звучит Но Он Продолжал Напоминать Себе Для чего Он Здесь Поэтому Ответил Да Нормальное Детство Нормальное Взросление Сказала Она Больше Сама Себе Ничего Необычного Плохое Детство Ненормальное Взросление Вот Те Обстоятельства Которые Взращивают Генри Ли Лукасов Джонов Вейнов Гензи И Джефри Даммеров Но Вы Успешный Финансовый Инвестор А не Психопат И не Серийный Убийца Спасибо Подумал Беррус На самом деле Ваша Аномалия Коренится Между Сколько Сильно Сильно Вы Хотите Излечиться Он Быстро Поднял Взгляд Да Я Все Сделаю Заплачу Сколько Угодно Вы Привыкли Забрасывать Ваши Проблемы Деньгами Допустила Уинтерман Но Здесь Это Может Не Сработать Ваш Разум Не Карбюратор Которому Просто Нужно Несколько Новых Прокладок Но Поскольку Я Ваш Нынешний Психиатр С моей Стороны Было бы Халатностью Не Проинформировать Вас О Некоторых Возможных Быстрых Решениях Есть Например Некоторые Радикальные Способы Излечения Неодобренные ААП Доступные В Южной Америке Примечание ААП Американская Ассоциация Психиатров Кариотиозиновые Капельницы Которые Изменяют Химию Вашего Мозга Акупунктура Различные Арома И термотерапии Наркосинтез И циклы Процедур Биологической Обратной Связи Признаю Иногда Они Срабатывают Но Я Не могу Их Порекомендовать Брус Сел Ближе К краю Стула Сжимая Руки Я Испробую Все И я Я заплачу Я много Заплачу Как скажете Единственное Что я могу Посоветовать Чуть больше Чем остальное Это Клиника Терапии Отвращения В Кёпинге В Швеции Поверьте Они Излечат Вас Отчего Годно Но Жестким Способом Да я Сделаю Это Почти Крикнул Ебер Рус Не думаю Что Тридцать Тысяч Долларов В месяц Стационар Вас Побеспокоит Но Хочу Быть Честной И Довожу До вашего Сведения Что Зачастую Эти Весьма Павловские Методики Отвращения Искореняют Одно Расстройство Лишь Оперативной Его Заменой На Другое Отлично Я Перейду От Поедания Мокроты К Поеданию Дерьма Нет Спасибо Резко Ответил Беррус Беспомощно Вытянув Руки Он Откинулся На спинку Стула Да Что Тогда Ваш Лучший Шанс На Успешное Выздоровление Ну Говорите же Ее Длинные Пальцы Лениво Покрутили Сигарету А затем Раздавили Ваш Лучший Шанс На Успешное Выздоровление Продолжить То Что Раньше Вы Не Одобрили Дорогая Поддерживающая Психотерапия Сказала Она Естественно Я В курсе Того Что Вы Человек Состоятельный И В силу Вашей Профессии Можете Подумать Что Я Просто Рекомендую Самый Привлекательный Для Меня В финансовом Плане Вариант Поэтому Чтобы Снизить Все Подобные Опасения Я Буду Рада Выдать Вам Список Других Психиатров Которые Будут Счастливы Предоставить Другое Мнение Да Черт С ним Подумал Беррус Ее Хладнокровная Речь И Непреклонная Манера Держаться Сказали Ему Достаточно Она То Что Нужно Куда Ж Мне Еще Обращаться Ёбаная Швеция Чертова Латинская Америка Кроме Того Она Хотя Привлекательная На Самом Деле Уберроуз В уме Промелькнула Мимолетная Фантазия Высасывая Большую Зеленую Соплю Трахнуть Доктора Прямо Здесь На Столе А может Быть Марша Сплюнет Ему В рот Если Он Приставит Пушку К ее Голове Об Этому Нет Необходимости Я Хочу Чтобы Вы Речили Меня Пожалуйста Отлично Решительно Сказала Уинтерман И Наклонилась Вперед Начала Писать В небольшом Блокноте Первый Месяц Мы будем Встречаться Пять Раз В неделю Семь Если Понадобится Вы говорили Что обычно Удовлетворяете Свою Потребность После ухода С работы Верно Да Значит Я запишу Вас Скажем На шесть Вечера Так Подойдет Да Согласил Соберос Каждый День После Работы Вместо Того Чтобы Бродить Под Джеймс Стрит Вы Будете Приходить Сюда Закончив Писать Она Протянула Ему Небольшой Листок Бумаги Вот Рецепт На Лекарство Под Названием Гидроксизин 10 Миллиграммов 4 Раза В день Это Поможет Облегчить Физические Аспекты Зависимости В то же Анализы На Гистамин И Т Под А Также Ваш Первый Укол Атропина Который Тоже Поможет Расслабиться Затем Мы Направим Вас На Группу Письменных Тестов ММЛО ТТА Тест на Психопатию Тесты по Бейли И Роршаху Вам Они Могут Показаться Несерьезными Но Выводы На Их Основе Помогут Мне Лучше Систематизировать Аспекты Вашего Психологического Состояния Примечание ММЛО Миннесотский Многоаспектный Личностный Опросник Психологическое Тестирование Стандартизированный Многофакторный Метод Исследования Личности По Миннесотскому Многоаспектному Личностному Опроснику ТТА Тест Тематической Операпции Метод С помощью Которого Можно Выявить Доминантные Побуждения Комплексы И конфликты Личности Буз сделана Без промедления Ответил Беррус Постарайтесь Сдержать Свои Побуждения Возможно Поначалу Вы потерпите Неудачу Но Ничего Страшного Он Взял Рецепт Посмотрел На него Как на Какую-то Драгоценность Многие Другие Никогда Этого Не сделают Мы пройдем Через это И все Исправим Беррус Стоял Растеленный Спасибо Вам Его Взгляд Переместился С лица Марши На стену Позади Увешен Увешен Увешенную Сетверт Сет d В шесть Позг Сет Зак Курила Еще Одну Сигарету Длинную Тонкую И Изысканную Как и она Сама Всего Хорошего Мистер Беррус Он покинул офис с затуманенным взглядом. Конечно же, часть его души призывала проследовать прямо на его охотничьи угодья для поиска странных, нежных, так необходимых ему лакомств. Но не сегодня. Потому что, покидая офис хладнокровной и привлекательной женщины, Берроуз осознал, что уходит с чем-то, чего не испытывал последние две декады. Он уходит с надеждой. Это было похоже на героин. Это было похоже на высококлассный крэк или свежеприготовленный мед. Экстремальные, обсессивно-компульсивные расстройства задействуют те же самые нейротрансмиттеры, что и большинство быстро привыкаемых наркотиков. Марша Уинтерман повидала достаточно жертв, чтобы понимать не только это, но и конечные последствия. Вы всегда начинаете с пациентом с позитива. Это важно. Но остальное никогда не бывает легким. Иногда это невозможно. И доктор Уинтерман распознавала невозможное, когда видела это. Она знала, что у Берроуза ничего не получится. Ее черные шпильки отболли, цокали по чистому бетону подземной парковки под двадцатиэтажным зеркально-граненым зданием Миллениум Тауэр. Это было здорово. Марша скользнула в новый черный Мерседес 450. Прикурила еще одну сигарету. Чудовищная привычка, и она это знала. Но еще не завела двигатель и не уехала в свой кондо на набережной озера Фримонт. Вместо этого она размышляла. ОКР. Экстремальные обсессивно-компульсивные расстройства. Особенно действительно радикальные случаи. Трихотеломаны, афазики, дисгевзики. На самом деле они едва ли заслуживали лечение. Настолько был низок процент выздоровления. Фактически он был меньше семипроцентного успеха у наркоманов. Намного меньше. То же самое происходило с расстройством вроде дритифилии. За свои почти 30 лет аномальной клинической психиатрии доктор Уинтерман потеряла многое. Она поняла, что некоторые вещи даже не стоит пытаться вылечить. Шаги она услышала раньше, чем из-за угла показалась фигура. Марша опустила окно со стороны водителя. «Эт раз я принес довольно много», — сказал ей шершавый голос. «Я рада». Грязные руки передали пакет. Уинтерман взяла его и протянула фигуре стадолларовую купюру. «Спасибо», — сказала она. «Увидимся завтра». Ее поставщик ничего не ответил. Он просто взял деньги и ушел. На спине его куртки читалось «Приют для бездомных Кинг-стрит-госпел». Открыв посылку, Уинтерман возбужденно вздохнула. В бумажном мешке находился галлоновый пластиковый пакет с застежкой. Она открыла пакет, вдохнула аромат и почти пришла в экстаз. Пакет был тяжелым от разнообразной болевотины, зернистой, дымящейся, похожей на комковатую розовую овсянку. «Нет, некоторые вещи даже не стоит пытаться излечить. Но капитуляция сама по себе была лечением. Не так ли? Иногда вам просто нужно отдаться неопровержимой истине». «Будь тем, кто ты есть», — подумала Уинтерман в ультимативно фрейдистском духе. Она вытащила сигарету. «Прими это и приспособься к этому». Так поступила она сама. И это сработало. Истинную сущность, какой бы непристойной она ни была, всегда нужно принимать, а не игнорировать или бороться с ней. Принимать. И теперь такой матерый финансист, этот Берроуз, умный, успешный, богатый и более чем привлекательный. Когда Берроуз поймет, что на самом деле от его болезни нет лекарства, он тоже капитулирует. И они двое примут друг друга. Неожиданно под блузкой Биаджотти из чистого кашемира и кружевным хлопковым бюстгальтером напряглись ее соски. Марша стиснула зубы. Ее женственность увлажнилась. В уме она представила Берроуза, который сиротливо скитался по самым зловонным улицам и переулкам города, разыскивая эти бесценные комочки, соскребывая и всасывая их, как бесчисленные растаявшие бриллианты. Она видела, как его измученные нуждой дрожащие губы открываются, и как немытые бродяги и грязные больные шлюхи сплевывают целые шматки мясистой слизи ему в рот. Исключительность Берроуза так походила на исключительность самой Уинтерман. Я покажу ему, как приспособиться так же, как приспособилась я. Я научу его действовать без последствий для себя. Мы оба будем теми, кто мы есть на самом деле. Не в социальных условностях, но по-настоящему на самом деле. Два человеческих существа и единых в одном и том же. Вместе. Доктор Уинтерман наконец-то завела машину и выехала из подземной парковки. Рядом с ней на шикарной коже пассажирского сидения лежал пакет. Она с нетерпением ждала, когда приедет домой. О да, чтобы поесть. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Шамиль Галиев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.